Ребят, привет, привет, мои дорогие! Знаете, что я вам скажу? Готовим гречневые постные котлеты. Но я из-за того, что пощусь, просто экономные блюда, вообще я хотела их давно попробовать. И готовлю просто, вот, как душа желает. Все, говорят, когда ты готовишь, как душа желает, получается намного вкуснее. Но гречневые котлеты у нас будут, знаете, с чем? С грибами. Поэтому наварила гречки, ничего я не буду перемалывать. Я думаю, что... Блин, столько много! Добавила туда одно яйцо. У меня было разбито, и думаю, и кину я тебя туда. Достанем-ка муки. Вот что я не достала, так это муки. Вот как раз у меня тут. И гречки у меня, конечно, очень много. Ну, посмотрим. Завтра можно доделать. Пару, троечки, три ложечки где-нибудь муки я на глаз. Для вязкости, для связкости. Мы же кладем в котлеты и яйцо, да, и хлебушка. Я занялась и гречкой. Сначала ставлю сковородку. Лук уже почищен. И добавляем масло. Быстренько рубаем. Мелко-мелко. И жарим, пока не пожарим. А уже займемся гречкой. В принципе, если получится, можно попробовать их заморозить. Почему бы и нет, да? Сейчас, сейчас, сейчас. Никогда. Я, по-моему, даже гречневых котлеты не пробовала. Капустные как-то делала. Давно-давно, но делала. Тоже вполне, кстати, вкусные котлеты. Добавляем масло. Наверное, сюда еще одно яйцо может войти. Ну, в принципе, посолить, поперчить, поперчить, поперчить. Обязательно поперчить. Хватит. Посолим. Или посолим. И лука пока обжариваем. Ой. Не знаете, почему чешется нос? И солю по вкусу. И вот у меня тут 4 шампиньона. Я уже давно их покупала, ничего им не сделалось. Сейчас тоже режем. Когда лук будет готовый, ну, спассируем. Даже немножко они у нас же еще будут. И тоже мелко, да? Лук на маленький огонь. Ну, чтобы лук был готовый. Потому что шампиньоны, мы знаем, жарятся очень и очень быстро. Вот это вот я уберу. Не нравится мне. Не нравится мне. А то, думаю, пока я собираюсь, шампиньоны мои пропадут. Они же темнеют, все равно в холодильнике-то. В общем, я делаю все на глаз. Как душа велит. Ну, а там посмотрим, что получится. О, жарко закрыло окно. Жарко откроешь. Трамваи мешаются. Сделала потише, не жарится. На нас не угодишь. Ножки тоже туда. Я шампиньоны покупала в этом, в новом веке. Я все говорю, тут такая цена. В общем, везде разные цены. В пятерочке, потому что они, допустим, не на развес, а в новом веке можно. Вот я купила там 4 штуки. Ну, вообще, можно сейчас и запускать шампиньоны, потому что я вот, допустим, в котлеты лук кладу. Ну, в мясные. Вообще, ну, сырой. А тут я решила, просто так, как гречка, надо обжарить. Ой, вроде шампиньонов-то много. Ох, наделаем делов. Ох, наделаем делов. В принципе, можно и запеканку, наверное, давай из гречки сделать. Еще ножки. Шампиньоны я прям тоже маленькими кубиками. Видно, не видно. Хорошие шампиньоны-то много есть. И ножки шагают по дорожке. Тоже надо все посолить. Да-да-да. Ну и все, жарим пока не пожарим. Ничего больше не добавляю, кроме соли. А еще надо для гречки. У меня, к сожалению, знаете, чего нет? Сухарей. Я буду с удовольствием попробовала обвалять их в сухарях. Их, ну, вот эти котлетки в сухарях. Ну, так как на нет и сюда нет, возьму тарелочку и насыплю вот туда, мать, и эта сырая. Пока мешаем гречку и посолю. Да, Наташа, чего-то ты не рассчитала. Переложить, что ли. Куда столько котлет. А вдруг понравится? А вдруг можно заморозить, да? Давайте посмотрим. Ну, что, кинула, значит, кинула. Бросила, значит, бросила. Я, знаете, чего, пока... Ну, ждем, пока шампиньоны пожарятся. Чайку поставлю и к вам вернусь. Так. Ну, все, хватит мучиться, все. Запускаем шампиньоны, лук. И прям можно в этой сковородке, ничего страшного, перемешаю и буду жарить. Тут масло уже есть, все есть. Только главное попробовать на соль. Ну, что рискнем? Не знаю, что-то. Ну, я, в принципе, наелась. Я пока не голодна. Как у меня Вика не скажет, я голодна. Ммм, ничего так. Еще чуть-чуть посолить для меня вот надо бы. Ну, котлеты будем жарить, конечно, на масле. Плиту я сегодня мыла, зря. И будем делать небольшие. Вот. Ой, дайте-ка вот так вот. Вот. Ну, вот чуть-чуть разваливаются. Может, надо было два яичка. А может, поменьше делать. Ладно. А мне кажется, можно и запеканку прямо, когда соскучишься, достать, заморозить. Соскучился, разморозил и бросил на эту форму. Как вы думаете, да? Вот. Я сейчас наелась голубцов. Нет, я думаю, что их, ну, смысл замораживать. Хотя они заморозятся, не развалятся, я не знаю. Все говорю, что такое блюдо готовлю впервые. Я не пащусь. Это я просто хочу попробовать гречневых котлет из гречки. Естественно, сейчас я потише сделаю огонь. Пока одни делаю, другие подгорят. Я умею. А с другой стороны они, бац, замерзнут и не разбалятся. В общем, сейчас. Жарим, пока не пожарим. А, Наташа, да. Куда тебе столько много конфет? Все. А то вдруг не понравится. А может и правда запеканку сделать. Сейчас я в два пакета разложу, заморожу. Вот себе раз. Когда соскучишься по гречечке. Видно, не видно. Вот они у меня. Ну что, ребят, начинаю переворачивать. Господи, его надо попробовать переносить с Богом. Вот так вот, да. Вот это какая-то развалистая. Еще не сильно я их, видать, прижарила. А я уже тряплюсь, как всегда. Ну, сжечь я всегда успею. Руки открытки. Сейчас я тогда с этой стороны их как следует зажарю. Сейчас тогда я с другой стороны их как следует зажарю. Налила чай какой-то. Я даже не без грейпфруктов, что ли. Не поняла. Ну и, в принципе, пусть жарится, пока не жарится. А уж попробуем. Даже не знаю, когда. Ну, вот одна развалилась. Ну, еще можно форму и выпить запеканкой из гречки. Я думаю, что тоже будет очень вкусно. Даже можно туда курочки добавить. Или чего-нибудь такого, такого-такого фаршика. Зараза. В общем, все. Не знаю. В общем, все. Закрыла крышку. У меня одна развалилась. Не знаю. Не мои это гречневые котлеты. Лучше все в форму и в духовку. Ну, для кого как. А на вкус попробуем на мубанге. Ну, зато дюшево сердит. Кому сейчас легко. В общем, все. Всех обняла. Пока-пока. Чмоги-чмоги. Ваша Наташа.